всем привет привет youtube солнечная турция на проводе моя самая любимая заправка оленина потому что здесь продают томатный сок мы едем одну юля нас вывозит отдыхать маш идем сколько людей но подыхать кстати да зачем ты его показала сколько он стоит офигенно сколько стоит покажи сейчас иду и тут у вас цены не пишут я не вижу сколько она стоит на цену не вижу не написано так спроси сколько она стоит красиво покажу он он бутылочка есть мы кстати когда с бароном ехали тоже не могла его найти я уже на выходе его переставили он был переставлен вот и да давай спросим надо спросить не вижу я его стоит 1000 лир я ж не знаю цены на ваши куклы здесь цена нигде не написано почему они не пишут цену и потом вот это вот маленькая все растеряешь а вот он сок наверно как он откроется нет выпили вместе с автоматами ночью сюда голову заснял а моя шишу я шишу еще а его и тут стоит ищите где-то там за ними может быть да щас я буду спросить сколько стоит она здесь нет июля вовесь выпили не может быть ищите вот он да ладно что мы сейчас время потеряем но его нафиг на обратном пути а на обратном пути они почему сюда идем не не нею ли вы переставили мы тогда с ним смотрели он стоял вот мне ничего не надо я ничего не хочу нет я и съела яйцо и прям пищу богов нормально идемте в очередь станет домой еду я домой собираюсь еду домой я зале билет карла выслал деньги саша взяла билет купил чтобы дома дохват так и такая деловая слышишь если ты это наши будки если ты со мной тыс на меня кричишь все время как ты вчера мне как ты мне вчера дело покажи вот так делай смотри на меня спрашивай сколько сколько давайте не будем на скос или а две тысячи если я врела что это дорого иди маленькую возьми там маленькую без ничего нет я виду маленькая там есть кукла без набора на на держи сигареты сигареты были две тысячи мировых мосты вы кем по кем она это дорогие надо взять одну куколку эти в наборе дорогие иди спрашивай они дорогих я говорила что две тысячи лир это очень дорого для такой куклы давай тебе из италии привезу куклу какой-то вот она жизнь после этот возрождение девочки а вы говорите турция какая-то какая она сумасшедшая позитивная водичка холодненько ну красиво не какая-то прозрачная так а нам куда сейчас на причал сейчас мы обольемся все носики мали день рождения милики мали день рождения сергеевна опять пельмени ночь налепила это просто я говорю почему у нас до сих пор почему у нас до сих пор нет салона пельмени у олениной салон бенджамин позвонишь тебе еще здесь как водичка ледяная на но людей смотри сколько там загорает жемчужину достать холодная дамаш не но мы сейчас даже чем и спрашиваем еще сядем на лодку мы почувствуем всю эту прелесть эти аурю а по нашу постит заодно постираем марина владимировна я вообще в шоке как мы туда сейчас залезем давайте молодой у нас теперь руку это блогеры блогера кирилл кирилл и шон теперь куда-нибудь как-нибудь а детей на руки дам красавица моя футболка моя шляпа хочу кидаю в море а он орал покрестный давайте его фоткаем попастись чуть-чуть а а да уже столько человек от горе вот если бы не оленина где бы я еще покаталась на лодке я скоро день рождения ой марина владимировна у меня а у тебя скоро да лето уже даже надо в воду залезть у отца слушайте а не на этом ли я пляже нет наверно на этом я была сборной или не на этом мы же тоже сюда куда-то ездили они просто побережье все наверно одинаково не 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 наверное не здесь здесь там были как усадьбы на берегу моря здесь просто машины приезжают вот пляж такой видно ну деревенский скажем а а а сразу моментально вообще это не пеликаны пеликаны у них большой подбородок а 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 Девочки, мальчики, мужчины пришли с Сергеем Кирилловичем, кирилл Садеевичем, господи, точно вот это вот мое любимое место, одно из, китайское, наверное, это кухня, в машине заснули все, сели в машину и заснули. И этот самый, Кирилл говорит, наверное, закрыто, потому что суббота, а здесь такой поток людей, у них постоянно много людей, я заметила, хотя я сюда ходила, там раз в пять, может быть, в это заведение. На улице жарко, я, конечно, перестали на заход солнца. Волосы я уже буду делать сейчас в Италии, я уже выравниваю цвет волос и мне все сделают уже в Италии, что мне там сделать, я не знаю, но корни мне покрасить. А ты что будешь? Я, я буду. Нет, ну там просто креветки большие, прям такие королевские, прям видно этих креветок, они прям, и лапша очень такая, прям вкусно, мясо, да. Ну молодежь, в основном здесь молодежь. Там жду Кирилла Сергеевича, пошел, он в этом заведении не захотел есть, пошел что-то покупать себе в другом заведении, мне вроде как заказал, я говорю, ты не перепутал, что заказал, наверное, обветрилось лицо на солнце сегодня, хотя были пару часов. И от соленого морского воздуха, волосы прям вот так вот, в свою жизнь играют. Он говорит, я не ошибся, я правильно заказал, он говорит, вроде да. Я говорю, сейчас я себе куплю, наверное, гамбургер будет есть. Я говорю, ты приду, я говорю, так можно, да, ну типа принести из другого заведения. Мне нужно отнести, я уже с Викиной мамой, со Светой договорилась, то есть она мне, я говорю, Свет, ты мне рассказывала, что ты чинила свой чемодан, у меня, говорю, там ролик поломался. Причем, когда у меня поломался ролик в аэропорту, я почему-то не додумалась, я не знала, что надо пойти куда-то, в какую-то службу, и тебе как бы чемодан починят, или тебе новый дадут, я не знаю. А вот когда въезжала с поломанным чемоданом, они меня остановили, я подписывала бумагу, что у меня ролик поломанный. И Викина мама говорит, один раз тоже поломали чемодан, я пошла в службу в аэропорту, и мне подарили другой чемодан, хотя мне мой нравился, был такой розовый, с бабочкой, это подарили какой-то там синий или черный, она говорит, ну качество было другое, я сначала расстроилась, а потом аж обрадовалась. Вот, а я говорю, где починить, потому что у меня чемодан где-то стоит 130 евро, фирма Мадонна, ой, Мадонна у меня, это, у нас на Кост Италии, в Италии, я туда захожу, не часто, но захожу, как он называется, Марк Карпиза, вот, и я говорю, это самое, я не хочу как бы новый чемодан, потому что у меня и так здесь моих один большой чемодан, такой один поменьше, и одна сумка на колесах, ну, ребята там куда-то с этой сумкой ездит, между прочим, первый раз, когда я тоже приезжала с двумя сумками Пиза, помните, я там покупала, тоже их потом заносили, я говорю, что был, когда меня, говорю, не было, в чем вы ездили без этих, без этой ручной вкладе, вот, и она говорит, давай я тебе пойду сделаю, я думала, что делать вот здесь, вот на Алсанжаке, ну, все вот так называете, где ты на Алсанжаке, ну, типа, это центр, не знаю, как-то я уже так его называю, вот, а она говорит, нет, на Килимарты, она говорит, пусть я с Викой передаю, я говорю, я пойду починю, я просто подумала, это как-то неудобно, огромный чемодан, чтобы женщина по такой же рюке куда-то его пихала, я говорю, Вика, скажи маме, что я позвоню ей, мы договоримся, пойду вместе на базар, говорю, я сама этот чемодан попру, а что мне так долго несут эту лапшу? Делаю чемодан и поеду до ПАД, до дому, я, кстати, говорила, да, в предыдущем видео, что я вот поняла, что мне надо здесь больше двух месяцев, мне здесь не надо сидеть атмосферно, вот энергетически, это вот два месяца, даже, может быть, немножко можно поменьше, и ехать домой, я чувствую по своей энергии, а вот, а так все хорошо, прекрасная маркиза, сказала, у меня же день рождения, 25-го, и Карло говорит, я тебе купил подарок, я решила, ты меня пугаешь, а если становится джентльменом, почему ты так часто начал покупать все резко, кто ты мне купил билет туда, потом ты мне купил айфон, потом ты сейчас купил билет, сейчас ты опять мне покупаешь подарок, не буду вам говорить, какой он говорил, что, гулять, все мне слухи, позже меня люди принесли, мне не слухи, говорю, это, она говорит, я заказала, надеюсь, что придут к твоему дню рождения, вот я тебя жду, поедем там, коммунены, по-моему, ну, Кристины будут у этого, еще коммунены, ну, как она переводится, племянника, наверное, или кому-то, от поедешь со мной, я говорю, поедешь на машине с тобой, говорю, я боюсь с тобой на машине, говорит, нет, на самолете полетим, говорю, посмотрим, сейчас я домой приеду, разберемся, посмотрим, что там и как, я соскучилась уже с домом, я прям чувствую, соскучилась, вот, у меня просто тоже есть мои какие-то внутренние личные переживания, опять же, вам говорю, это не зависит, там, от возрастной какой-то категории, вот, поэтому иногда тоже, ой, на закат солнце переспала, иногда тоже, почему-то путаются мысли из того разряда, девочки, я сижу реально долго, ну, наверное, минут 10, все уже принесли, кто позже меня, меня прошел, мне не несут, кстати, он куда-то тыкнул в другое место, совершенно в другое, не там, где я ему говорила, я еще говорю, ты не ошибся, он говорит, нет, глянь, принесли, просто ложка лежит без ничего, без пакета, без ничего ложка, а оно приклеено, оно еще вроде не приклеено было, а вот, наверное, нанесут мою пахлаву, мне сказали, можно вот эту как-то вилку, сейчас через гугл, как он будет, шарка, да, это заказал, я ей показываю так, что непонятно, что это такое, я Кирилла не жду, может, ее там поесть, не знаю, вот она такая пахлава, они вообще ее принесли без, вот так вот просто, ну, видите, здесь лапшица, я вот это вот не ем, которая сверху, мне нравится только лапшица, и нравится сами по себе креветки, пахнет замечательно, прям приятный вкус, очень, еще соус туда, я видела, наливала, Татьяна, по-моему, я сейчас станет уже здесь была, на соус наливала, или я не помню, или она другое ела, и куда-то, ага, вкратце, вот, смотрите, креветочки, лапшица, я как-то раз ходила к ним, хотела заказать у них на вынос, а мы на вынос больше не делаем, персонал набрали, столько, все молодые девочки, вообще, все, никто никуда не спешит, понятное дело, здесь был какой-то парень, когда я один раз приходила, сама хотела на вынос, заказать, а мальчик разговаривал на русском, китайский кто-то, я имею в виду азиатской внешности парень, так, ну что, пробуем, дарить, что, так долго несли, прям, реально долго несли, а, еще здесь есть грибы, здесь еще есть грибы, м-м-м, ну, как-то разваренная, я так с руку бросаю свою постоянно, вроде там ничего и нету, но все равно, м-м, м-м-м, гречо, здесь постоянный поток людей, только что шли, я говорю, Кирилл, ты знаешь, я здесь даже по магазинам никогда не ходила одна, он говорит, чего, я говорю, не знаю, но я скажу, как все время с кем-то, ну все идут, и я иду к культку, говорю, ни разу так и не зашла там, не померила, вот один костюм мне нравился, кожзам, юбка с пиджаком, я помню, так загорелась, такого в итоге не взяла ему, я сейчас в спортивных штанах пришла, говорю, видел мои барбари, я же их привез, так нет, покупали их здесь, я потом отвезла, говорю, сделаем блесточками, или привезла, юлька еще поставила вот эту машинку стиральную на 90 градусов, у меня некоторые блесточки отлетели, немного, но отлетели, я слышала, когда вынимала, Карла довольна, ждет прям, я смотрю, волосы попламываются, у меня здесь есть краска, Кирилл мне привез, но я просто не вижу смысла сейчас их красит, уже я домой приеду, мне выровняет голос Саша, Александр. За ребрышками соскучилась, будут свиные ребрышки, будут прямые эфиры, здесь прямой эфир, я вот когда один раз словила, то настроение, что у никого не было, я могла сесть, я не могу, когда кто-то приходит, заходит, я не понимаю, о чем они говорят по телефону, может они говорят то, что мне надо слышать, я вот так вот не могу, я не чувствую, как я в гостях. Я Кирилл, так что все, собираюсь домой, что буду домой везти, слушайте, ну и сладостей, ну вот подарок там и сладостей там маме, семье Эм и там, что-то такое, лизию в магазину, пиджаки, лизины. А вот так футболки Саши, в акосту какую-нибудь. А, его. Закончила я делать, лифчик неплохо получился, тигровый, юбка страшная, мне не нравится, ей надо переделывать, я реставрирую просто его, она красиво сделала, вот, один там тоже лифчик потрясерили, астралирую, вот, а юбку надо, материала нет, надо закупать, стразы, стекла, конечно, всем нравится, когда стекло, стекло оно блестит, пластик, конечно, не так смотрится, ну, хотя со сцены все равно все блестит. Вы знаете, от чего зависит? Когда девочка выходит в пластике, или же у нее, неважно, вверх или вниз, сделан стеклом, ну, я имею в виду камнями, здесь зависит все от индивидуальности, вот, насколько ты себя любишь, и себя вот в этом движении, и во всем этом, в чем ты крутишься, и чем ты живешь, конечно, тогда ты в себя вложишь, даже если это костюм, ты в нем живешь в твоих полжизни, точно так же, как и в пижаме, и в трусах ты проводишь полжизни. Я имею в виду, ну, я просто домашний человек, сразу на это подумала. На лицо же вы делаете блесточки, а покупайте косметику, тональный крем, костюм это то же самое, неотъемная часть, даже как и кухля. А еще моя подпушка уехала, приедет, наверное, где-то через месяц. Мне кажется, что креветок в этот раз мало, слушайте, я где Кирилл? Ну, в принципе, мне с вами хорошо. Я говорю, дома есть пельмени какие-то пельмени, там пару штук осталось, этих пельменей я их брала в холодильник. Смотрит, идите поешьте. Кирилл хотел есть, она говорит, Марина, иди с Кириллом поешьте что-то, он говорит, ну, фастфуд, я бы с удовольствием бы увезла светильник, но как мне Юля привозила со Стамбула, лампа вот эта одна у меня. Здесь у них есть на базаре три таких, они высокие, огромные. По-моему, он дорого за них хотел. Те бирюзовые, которые хотела я, у него уже их нет, есть только белая. Я бы, конечно, бирюзовые взяла. Можно везти кальян, но я его делать не умею. Это по ту сторону улицы, живая музыка где-то началась. У нас последний день вот это, вот не в празднике. Сейчас камера вроде протерла. Это самое, Кирилл пошел, надо домой зайти ему, взять корм. Кошки. Блядь, куда поперлась? Там же машина, я и поперлась, там не видно, куда ноги встанешь. А я говорю, это иди, я говорю, домой пойду. Я говорю, наелась, а в душе. Можешь пересмотреть обувь, хочу обувь увезти. Ой, Марина, говорит, у тебя грибок, девочкам даешь, я ничего никому не даю. Я вообще к обуви отношусь очень... Ну, я люблю свою обувь и... Это... Ну, понервничаю. Когда ее вот... царапают. Босоножки свои, которые внутри Эпсон фирма. Блин, я вообще их не видела с лета того года. Я не знаю. Сороковка у меня размер. Куда они делись? Их просто, их нет дома. Их кто-то взял, или что, или как. Их нет. Бежевые. Офигенная колодка. Так удобно в них стоять. Так красиво. На сцене вытягивали ногу. Ой, я наелась. Господи. Так хотела, так хотела и наелась. Я уже, знаете, я вот просто уже вся эта... Уже дома уже, знаете, даже энергия оставшаяся, она немножко уже падает, потому что все, я уже как-то настроена на дом. Уже мысли все там. Собаченцы мои там. Порядок их привести надо. Я имею в виду лапки подстричь. Я же сама их стригу. Так что девочки говорят, когда, Виталий, когда они закутыкиваются, когда брови надо сделать в Турции, мне там никто их выводить лазером не будет. Абсолютно. И палец мой этот вот ноготь на ноге, который мне там тампончик стоит. А с другой стороны у меня обрезано. Там со мной так никто возиться не будет. Они пустые были. Она же мне их с ним... Ну, обрезала почти все. Вырастила. Ровненькая пластинка у меня. Она же говорит, что уже в следующий месяц, как раз лета, сандали, можно будет красить их. Так бы, говорит, вообще бы без них осталось. Обувь тоже ж неудобно. Так, ладно, девочки-мальчики-мужчины. Так что все. Скоро итальянские влоги. Не расстраивайтесь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова